Итак, Веды — это премия знаний, которая была записана только 5000 лет назад. И оно включает в себя разные разделы, в том числе Веды имеют свою психологию, свою математику и так далее. Я занимаюсь Ведой — это наука о жизни. То есть в Веду также входит ведическая психология. Веда рассматривает психику человека как вполне реально существующую реальность. То есть это не комбинация нервных импульсов, это тонкая структура психическая, которая имеет порядка 500 тысяч каналов психических. Это описано, мы имеем также эти каналы письма. И психическая структура человека имеет четыре подразделения. Это разум, ум, ощущение себя к отличности и психической энергии. Фактически разум — это сила, которая управляет всем, всей психической структурой. Разум, в свою очередь, зависит от того, состояние разума зависит от того, какую цель человек выбрал в жизни. В зависимости от цели разум работает у разных людей по-разному. Поэтому выше всего у нашего психического строения стоит цель, потому что она дает энергию для жизни. Если человек чувствует, что он не может жить, у него нет сил. Он чувствует депрессию, подавленность, он чувствует слабость психическую, он чувствует, что он живет зря, и он чувствует, что у него нет вдохновения что-то делать, значит цели, которые у него есть в жизни, выбраны неправильно. То есть нет сил, значит нет цели. То есть выбор цели — это очень важный момент в жизни. И на это каждый день нужно уделять время, чтобы восстановить выбранную цель в жизни, чтобы ее психически настроиться на нее, поддержать себя в ней. Человек должен этому уделять очень достаточно много внимания в утреннее время с утра. Поэтому люди молятся по утрам, чтобы опять настроить себя на то, что даст потом возможность активно радостно жить в течении всего дня. Нужно очень глубоко понимать, сколько сил отдавать той или иной поставленной перед собой целью. Так разум управляет всем, он управляет всеми функциями организма, он управляет нашим характером, он управляет нашей жизнью. То есть есть две силы, которые управляют нашей жизнью, нашей судьбой. Одна сила соткана из наших прошлых поступков. Веды говорят, что мы живем много жизней. И все эти жизни, они влияют на нашу настоящую жизнь, на настоящее время. Какие-то поступки влияют сейчас сильнее, какие-то будут влиять потом сильнее. Мы не можем это предвидеть, предгладать. Но в целом в области сердца есть такая структура, называется глубокая память. То есть там содержится, она в целом имеет свое строение. То есть на поверхности этой структуры находятся наши мысли, желания, ощущения. То есть если сравнивать с озером и делать средства, поверхность как волны, это наши мысли и желания. Дальше толща воды – это настрой психический, который как настроение глубокое такое, которое по жизни нас преследует. И ил воды – это те поступки и желания, которые мы совершали в прошлой жизни. В целом я вам рассказал строение ума. То есть центр ума находится в области сердца, они в голове, как мы думаем. А головой, голова – это орган управления. То есть с помощью вот этой всей нервной системы ум управляет мыслями там и так далее. То есть в голове находится механизм, который дает возможность уму работать. Но центр ума находится в сердце. Там же находится центр разума. Ум – это вторая психическая структура после разума. Фактически, если говорить о организме, то об уме, о уме, он соткан из характера. То есть вот это вот ощущение, какие у меня черты характера, какое у меня настроение, как я думаю. Это все ум. Разум этим управляет. Разум связан с целью жизни, с вдохновением, с верой, с памятью. Когда человек спит, то спит разум. Ум никогда не спит. Когда мы видим сны, это работает ум. Когда мы не видим сны, значит, ум работает так, что мы не чувствуем этого, не понимаем. Но в целом ум никогда не спит, спит только разум. И устает разум. Когда человек отключает свой разум, он теряет самоконтроль. Поэтому, соответственно, с утра очень трудно заставить себя что-то делать, пока ты лежишь в постели. Как только ты встал, ты уже можешь себя контролировать. Поэтому разум, когда не спит, человек не может управлять ситуацией своей жизни. Но часто, когда мы решаем проблемы, которые у нас есть. Когда мы решаем. Когда мы ложимся спать и когда мы просыпаемся. Ум начинает очень сильно вращаться и думать, как жить дальше. А в это время разум почти не работает. Поэтому, соответственно, и решаем мы так все таким же образом. И так, как надо. Итак, ум думает. Ум изучает. Ум имеет настроение. Ум имеет характер. Ум контактирует со всеми органами и системами. Это уже подсознательная часть ума. Таким образом, у каждого органа в организме есть свой характер. И в зависимости от того, как мы себя ведем в жизни, мы напрягаем тот или иной орган. Если человек постоянно обижается, он напрягает сердце. Если человек не умеет трудиться с любовью, он напрягает кишечник и позвоночник. И суставы. Если человек не может, допустим, принимать правильные отношения с людьми, волю свою по отношению к людям правильно применять, то у него страдает печень. Если человек не может правильно относиться к своей жизненной энергии, то ли перенапрягается, то ли ленится, у него страдают легкие. Если человек не может расслабляться, то у него страдают почки и так далее. То есть разные черты характера, разные настроения, они влияют на разные органы в организме. Поэтому, соответственно, ум нужно держать в правильном состоянии. Но ум не может сам себя контролировать. Ум хочет только одного. Чего ум хочет, как вы думаете? Только одного он хочет. А? Управлять собой хочет разум. Чего хочет ум? Спокойствие. Спокойствие это близко. А? Он хочет, да, на стороне хочет счастья. Ум хочет только счастья. И он постоянно требует у разума счастья. Требует. Он думает, когда я буду счастливым, когда я буду счастливым. Требует счастья. А? Здоровье это вид счастья. Для некоторых здоровье это счастье. А для некоторых даже здоровье не нужно, потому что счастья нет. Поэтому из разные виды счастья. Самое глубокое счастье это счастье в понимании, что ты живешь не зря. Если человек понимает, что он живешь не зря, даже если будучи больным, он счастлив все равно. Если человек думает, что здоровье это главное счастье, это уже проблема. Это значит, что он никогда не будет здоровым. Потому что здоровье на чем-то основывается. Оно основывается на правильной выборной цели жизни. Если человек выборной правильный, будь здоровым. Если нет, будь болит. Следующий вид психической энергии. Следующий вид психики, как бы, часть тонкого строения нашего. Это психическая энергия человека. Психическая энергия, как вы понимаете, это сколько у нас сил жить, действовать, думать. Даже для того, чтобы покушать, нам нужна психическая энергия. Для человека депрессии находится, ему даже кушать не хочется. То есть психическая энергия возникает в результате того, что человек правильно относится к жизни в целом. Как вы думаете, какая самая большая сила в этом мире? Да, то есть мы об этом говорили. Сила времени самая большая. Время что делает? Время это сила, которая что делает? Она движет нас от юности к старости. То есть оно старит все. Старит означает уменьшает счастье. А мы живые существа. Мы души на самом деле. Мы имеем духовную природу. И душа, она всегда стремится к счастью. То есть она всегда сражается с временем. Самый лучший способ сражаться временем, это не нарушать его законы. То есть поэтому надо изучить сначала, какие временем незаконны. Как жить так, чтобы тебя не сильно ставило. Как сделать так, чтобы ты был сильный, а не слабый. Потому что сильный может быть тот, кто не действует вопреки силе времени. И поэтому каждый человек должен понять, что существуют силы природы, которые, в ногу, с которыми, если ты идешь, то ты получаешь силу. А если не в ногу, то ты получаешь слабость. И этими силами природы являются режим дня. То есть силы влияния Солнца и Луны на нашу жизнь. То есть есть два типа ритмов, которые создают нам возможность и бодрыми, и отдыхать. Один ритм у Солнца, он дает бодрость, а ритм у Луны дает отдых. Мы думаем, что мы сами встаем из постели. На самом деле нас поднимает Солнце утром. Солнце восходит, а мы даем энергию определенную, чтобы человек хочет вставать, побуждаться. А Луна, когда восходит, человек расслабляется и хочет спать. Это не нам принадлежит эти ощущения, навязанные силами, которые дают нам ритм жизни. Если мы точно знаем, как следует этому ритму жизни, то таким образом мы очень сильно находимся в гармонии с окружающим миром. Например, если человек кушает с 11 до часу дня, то ему не надо свои энергии отдавать на переваривание пищи. Солнце само за него все переваривает. Солнечная энергия сама поддерживает пищеварение. Для этого не надо напрягаться. Но если человек поел очень много вечера, то он может очень хорошо почувствовать на своем собственном примере, что он уже не может сосредоточиться, чтобы делать что-то. Надо просто сидеть и тупо смотреть в телевизор. У него больше нет ни на что силы. Таким образом мы наказываем себя тем, что мы неправильно относимся к жизни. А чтобы неправильно относиться, надо это изучать. Надо знать, как это делать правильно. Итак, жизненная психическая энергия, она зависит от соблюдения законов этого мира, то есть, в частности, соблюдения времени. Есть другие законы. Человек, веды описывают, что человек выбирает три типа жизни в целом. Первый тип жизни — это благостная жизнь. Благостная жизнь означает, что у тебя правильно поставлены цели, а не направлены на благо других людей. И в результате тебя окружают хорошие люди. Ты, в конце концов, получаешь хорошую работу. Также, в конце концов, ты получаешь хорошее отношение в семье. И так далее. То есть, ты, в конце концов, становишься счастливым человеком. В результате того, что ты выбираешь правильное отношение к жизни. То есть, ты... Интересы общества и высшие интересы Бога, допустим, интересы, высшие законы Бога, ты ставишь выше своих собственных желаний. То есть, это желание окружающих людей и законы, высшие законы нравственности, ты ставишь выше своих желаний. Это значит, что ты выбираешь благостную жизнь. Благостную жизнь выбрать очень трудно, потому что есть внутри очень сильное желание свои интересы поставить выше. Это желание огромное по своей силе. Оно пропощает каждого, кто не знает, как сражаться с самим собой. Следующая жизнь, жизнь страсти, означает, что человек интересы своей семьи и своей стать выше всего. Для него это несыднимое, это самое главное в жизни. В результате, если он сделал такую постановку цели, то он, то есть, его жизнь наполняется силой, эгоистической силой, которая вступает не в гармонию с окружающим миром, а в конфликт. В результате он начинает сражаться за свое существование, он начинает бороться со всем друг другом. И эта борьба происходит не потому, что он хочет бороться, а потому, что деваться не будет. Ясно, что если ты свои интересы ставишь выше всего, то тебе придется в жизни сталкиваться с интересами окружающих людей, которые тоже свои интересы ставят выше всего. В результате, где придется с ними вороться, кто перетянет. Но самое ужасное заключается в том, что когда человек ставит целью жизни свою семью и себя, он еще не подозревает, что если он так настроил, таким образом, свою семью, то каждый член семьи тоже свои интересы поставит выше, чем интересы семьи. И потом такой человек вообще останется в одиночке, потому что все близкие, в конце концов, его предадут. Они ему скажут, папа, ты уже старый, а мы молодые, переселяйся в маленькую квартиру, а мы будем жить в большом мире и так далее. То есть есть много способов, как человека, который стал слабее, оттеснить. То есть страсти, когда человек живет, то перебеждают сильнейший. И человек не может всю жизнь быть сильнейшим. И теряет силы с возрастом, власть, влияние и так далее. Все это в результате делает его несчастным, потому что все остальные ценят ему только одно. Насколько он может им помочь добиться своего в жизни. Если он уже бесполезен, то значит, извини, папа, мама, брат, сестра. Значит, жизнь невежества означает, что человек только себя ставит во главу угла, ему на всех поклевать. Он читает, что ему для себя надо жить и все. В этом случае он начинает сражаться со всеми. Для него нет родственников, его единственный родственник — это он сам. Поэтому он просто живет для себя и все, и не хочет ни о чем, ни о ком думать. В жизни невежества — это жизнь, в которой человек думает, что он счастливый, но на самом деле он глубоко несчастен. Потому что человек не может поддерживать свою психическую структуру сам. Нужна какая-то подпитка из нее. Но если человек всех ненавидит, то чего он будет подпитываться? В результате он постепенно теряет силы. Чтобы их восполнять, ему надо пить, курить, заниматься какими-то, искать себе какие-то развлечения ненормальные и так далее. То есть он таким образом встает на путь и градации психической. И это неизбежность, когда человек поставит себе такую цель в жизни. Таким образом, ум может пребывать в трех состояниях. Или человек сражается за свое счастье внутри себя. То есть он знает, что если он с утра не настроится правильно, то он неправильно будет жить. Потому что когда человек просыпается, он не может сразу быть бескорестным и правильно настроиться. Ему нужно, он хочет жить для себя в это время. Когда человек просто луком проснулся, у него неправильно работает разум. Он еще спит, его надо активизировать, очистить. Поэтому благостные люди, они очень много уделяют внимание работе над собой. И не знают, что это самое главное в жизни. От этого все зависит. Страстные люди пытаются добиться своей поставленной в социуме цели. Они считают, что самое главное в жизни, это добиться того, чтобы была квартира, машина, чтобы было достаточное положение в обществе, чтобы была устойчивость какая-то в обществе. Поэтому все свои силы, они направляют на то, чтобы добиться успеха в социуме. Невежественные люди, они, им не нужен успех в социуме. Им нужно просто найти способ, как подмять под себя всех. И этим способом у кого-то является воровство, у кого-то грабеж, у кого-то казино, у кого-то наркотики. То есть каждый невежественный человек накроет в себе какую-то силу, которая может с помощью разрушения окружающих создать себе комфорт в жизни. Ну и результат, естественно, такой же разрушительный. Невежественные люди получают назад то, что они делали, и страстные тоже, и благостные тоже. Результаты всегда одинаковые. Как вы думаете, как тяжелее всего жить? Благость и страсть или невежество? Тяжелее всего благость. Страсть и жить обычно, все так живут. Невежество жить легче всего. Потому что легче всего спиться. Что думаете, трудно спиться? Взял бутылку и выпил. Какие проблемы? Или трудно разрабом заниматься? Пошел, позанимался. Столько возможностей. Это не проблема. А вот заставить себя сдерживать свои побуждения и желания, заставить себя выполнять свой долг перед семьей, перед обществом, правильно настроиться, вот это проблема. Но, несмотря на то, что тяжелее всего жить в благости, в благости также счастливее всего жить. Как вы думаете, сколько нужно денег, чтобы быть счастливым? Сколько нужно денег, чтобы быть счастливым? Это вопрос был экзаменом для вас. Потому что, в зависимости от того, как вы на него ответили, такие иконы у вас. Человек отвечает, сколько мне нужно, сколько мне нужно. Он невежественный. Если он отвечает, как Шурок Балаганов, 100 рублей 56 копеек, примерно так, он в страсти находится. Если он отвечает, что деньги нужны, как вот сказали, но счастье от них не зависит. Это они зависят от счастья. Благостный человек считает, что деньги – это результат его благочестия. Человек совершает правильные поступки в жизни. Концепция благостного человека запомнит. Очень важно понять ее. Я совершаю правильные поступки в жизни, а результаты этих поступков, несомненно, придут. И я не должен об этом вообще волноваться. Это не моя проблема. Это проблема этих результатов. Они сами должны за мной идти и просить меня принять их. Благостный человек имеет самое сильное и правильное чувство собственного достоинства. Это третья и четвертая часть психики человека. Чувство собственного достоинства. Оно всегда находится в этих трех категориях. У благостного человека чувство собственного достоинства работает таким образом. Если я неправильно поступаю, ясно, почему я страдаю. Это мои проблемы. То есть человек сам себя может во всем обвинить. Ему не нужны судьи. Единственное, за что он болеет, это за свои поступки. Он очень четко хочет понять, как жить правильно. Его это очень сильно волнует. И он изучает эти вопросы и пытается идти правильным путем в жизни. Он точно знает, что судьба его не обманет, если он выберет правильный путь. Страстный человек боится судьбы. Он думает, что судьба судьбой, а у зарплаты зарплаты. И поэтому он думает о зарплате, а не о судьбе. Думает, что если я не позабочусь о зарплате, то тогда никто не позаботится о моей зарплате. Благостный человек заботится о том, чтобы работать так, чтобы была любовь к труду. Когда он с любовью работает, он создает атмосферу очень чистую, счастливую вокруг себя. Люди к нему тянутся. Таким образом он создает очень сильный авторитет в коллективе. И люди боятся его потерять, этого человека, благостного. В результате зарплата сама за ним идет, потому что, естественно, что если они будут ему давать зарплату, он уйдет из этого места. Но благостные люди всем нужны. Поэтому у него нет проблем найти работу. Проблемы найти работу есть только у того, кто сильно хочет найти работу. А это означает жадность. Я на самом деле до Донецка приехал, потому что мне в Москве тяжело. Я хочу у вас здесь найти работу. Чувствуете, что вы пришли на эту работу? Нуждающийся. Нуждающийся. Нужда означает жадность. Жадный человек очень трудно ему достичь счастья в жизни. Когда женщина сильно хочет выйти замуж, как она выглядит? Очень жалкая она выглядит. Кому нужна жалкая жена? Жаждущая. Жаждущая означает жалкая, потому что жажда нужда, она сушит человека. Человек становится некрасивым, несчастным. Кому нужна несчастная жена? Нет, всем нужна счастливая. Это парадокс. Вроде бы девушка должна выйти замуж с одной стороны, а с другой стороны не хотеть должна выйти замуж. Как это так? Благостный человек, благостная девушка, она знает, что если она будет культивировать себе правильное настроение, правильное отношение к людям, то она разобьет в себе такую силу, что парни выстроятся в очередь, для того, чтобы взять ее в жену. Она еще будет думать, кого выбирать. Это значит, что она правильно настроена. Но если девушка будет настроена неправильно, то даже она познакомится с кем-то и очень быстро будет хотеть строить отношения. Это значит, что она будет не нужна, потому что когда парень видит, что слишком доступна девушка, это значит, что не его уровня. Он поиграет, поиграет и бросит ее. Поэтому страстному человеку очень трудно жить. Очень трудно. Очень трудно добиваться чего-то в жизни. Желаний много, возможностей мало. Борьба постоянно идет. Как работает эгоизм у страстного человека? Он основан на самовнушении. И психология современная тоже в основном создана для страстных людей. То есть на чем основана современная психология? Она имеет игровую природу. Надо себя настроить определенным образом. Понимаете, и тогда будет хороший результат. Вот, допустим, возьмите неисправный ботинок с дыркой. Каким образом его надо повернуть, чтобы он был без дырки? Загадка такая. Как надо его поставить, чтобы он без дырки был? Той стороной, которой без дырки. Вот это ответ современной психологии. Улыбайтесь, сделайте так, настройтесь так. Мы настроились так, но дырка-то остается внутри. Дырка, она зависит, понимаете, наше настроение, отношение к себе, оно очень сильно зависит от того, как мы в жизни поступаем. Если я, допустим, бросил жену, то как бы я ни настраивался, все равно дырка там осталась. Понимаете, вот ты как настраиваешься? Ты бросил жену, пока ты не раскаешься в этом, пока ты не исправишь свое внутреннее состояние, а может быть и не вернешь ситуацию назад, если это возможно, то дырка там внутри так и будет, ничего не сделаешь. Хоть как настраивайся, все равно дурь внутри останется. Ее никуда не деть, потому что так устроена психика. Психика является результатом наших поступков, а не результатом самовнушения. Но люди страстные играют в игры. Они понимают, что человек, лучше всего человеку быть самим собой, потому что он, когда сам собой, он самый сильный, самый красивый, самый лучший, когда он сам собой. Он самый лучший, когда он сам собой. Но страстные люди пока пытаются показаться тем-то. Они всегда играют в эти игры, когда они тем-то кажутся. Знаете, когда они перестают, перестают в эти игры играть страстные люди? Когда до смерти осталось пять минут. Вот тогда у него глаза становятся естественными. Он начинает смотреть на мир, как сам собой. Потому что больше играть не во что и незачем. Все уже закончилось. Благостные невежественные люди ни во что не играют. Невежественные люди, они понимают, что выкурают. Вот играть нечего, все понятно. То есть они сами собой. И благостными людям тоже не надо играть. Потому что они честно относятся к жизни. Какое есть, такое и есть. Что мне, если к вам положено дать судьбе, то я и получу. Что играть-то? Так все понятно. Что заслужил, то и получил. Таким образом, благостные люди постоянно сражаются за собой. Страстные люди постоянно сражаются за свою судьбу с обществом. А невежественные люди, они находятся в жуткой ненависти по отношению к этому миру. И ненависть может по-разному проявляться. Она может в основном у женщин проявляться как обида на судьбу. Невежество означает для женщины постоянно мыть, что мне жена судьба обделила, дала мужа дурака, все плохие, сторона дурная, где я живу. Квартира плохая и постоянно ноет, ноет. Это невежественная жизнь для женщины. Для мужчины невежественная жизнь это издевательство над близкими. То есть насилие над женой, смотреть фильмы всякие глупые, детективы всякие там, пить вино и водку. Это невежественная жизнь для мужчин. Для молодежи невежественная жизнь означает наркотики, дискотека и разврат. В каждом поколении можно найти возможность жить невежественно. Почему? Потому что в каждом возрасте можно расслабиться. Потерять жизненную нить. Расслабиться означает потерять жизненную нить, означает выключить разум. Перестать думать, а зачем я живу, какая разница. Надо просто расслабиться. Это расслабиться можно всю жизнь пропиться. Потом не соберешься. Так, отношение к себе как личности или эгоизму человека. Он состоит всегда из двух частей. Это ложный эгоизм и истинный эгоизм. Истинный эгоизм очень просто понять, что такое истинный эгоизм. Если ты уважаешь себя только за то, что ты делаешь хорошего для других, это истинный эгоизм. А если ты уважаешь себя за то, что ты делаешь хорошего для себя, это ложный эгоизм. Ну, допустим, я поступил в институт, блин, понимаете, какой я крутой? Это ложный эгоизм. Я наконец-то поступил в институт, теперь я смогу, допустим, помогать людям там или построить дом там или еще что-то когда-нибудь. Ну, то есть, это истинный эгоизм. Понимаете разницу? Одно и то же действие, два разных эгоизма работают. Я, допустим, нищему деньги подал, видите, какой я крутой. Это ложный эгоизм. Я нищему деньги подал, теперь он будет сын. Это истинный эгоизм. И тот, и другой эгоизм вызывает ощущение чувства собственного достоинства. Но одно чувство собственного достоинства рушит судьбу человека, а другое воскрешает ее. Допустим, солдат сражается, один верит в то, что он сильнее противника и сможет его победить. Ложный эгоизм. А другой по-другому верит. Как Марк Бернэй спел. «Верю в Тебя, дорогую подругу мою». Понимаете, разница, большая разница, в кого верит. Как он поет. Что Эта вера от пули меня спасает. Как песня. То есть это факт. Это факт. Сто процентов. Веды описывают это. Что Если женщина верит не в себя, не в свою красоту, а в свою мужа, то она, это называется верность. Вера в свою мужа называется верность. То она спасает свою мужа. Не только в войне она может, женщина, спасить свою, спасти свою мужа. Но так же она его спасает и в обычной жизни. Потому что Как мужчина благословляет жену? Какая жена благословенная, а какая нет? Как определить? Женщина, как определить, благословенные вы или нет? Вас благословенный муж или нет? Как определить? По детям это хорошо. А? А? это факт. Но мы говорим про вас, а не про него. Я вам отвечу, все очень просто. Если вы чувствуете на сердце спокойствие и уверенность за свою жизнь, значит муж благословил вас. А если вы чувствуете беспокойство и чувствуете, что не надеетесь на будущее, боитесь будущего, а вдруг не так все будет, а вдруг он уйдет, а вдруг он уйдет. Ну, это значит, что не благословил. Как определить, что жена благословила мужа? Муж становится успешным. Если жена благословляет мужа, он не может быть неуспешным, потому что из него такая сила исходит, что он становится успешным. Интересно знать, что судьбу человека делает не он сам, а делает его близким. Например, судьбу руководителя делает не руководитель, а делает его подчиненным. Руководителя он руками будет. Он может только водить людьми, он может только двигать общество, людьми, подчиненными. Он сам ученый делает, он сидит в кабинете, звонки, отвечает, общается. Он что-то делает сам, идет ломиком, долг, долг, нет? Нет. Но как сделать так ему, чтобы подчиненные все сделали, как надо? Как сделать так? Надо вложить подчиненных столько любви, сколько нужно для того, чтобы они вдохновились и это все сделали. Любовь не означает только по головке гладить. Любовь означает также и воспитывание, и стройник, и так далее. Тоже разные виды любви. Но если человек не вкладывает свою силу в людей, не дает им милость свою, любовь, то они не будут для него пахать. Они будут пахать только для себя, на свою собственную зарплату. Если в этом месте уже зарплаты нет, а иногда у руководителя хорошая судьба, иногда плохая, иногда он может людям обеспечить счастье с помощью денег, а иногда нет. Это все движется по циклу. Человек не может гарантировать себе, что он всегда сможет обеспечить своих подчиненных. Это значит, что когда у него будет плохой период, все подчиненные, самые лучшие, его покинут. И он останется без рычагов, он останется одним. Но если человек вкладывает силы в людей, они останутся с ним, потому что они в него верят. Вера подчиненных в руководителя сохраняет коллектив, даже в период кризиса. А способность руководителя жить для подчиненных дает ему возможность оставаться руководителем. Но большинство руководителей живут для кого? Для себя. В результате они могут оставаться руководителями только какое-то время. А потом для того, чтобы оставаться руководителем, им надо очень сильно напрягаться. И в результате их ждет инсульт, инфаркт, инвалидная коляска или разрушенная семья. Потому что когда человек руководит предприятием, и он уже не бывает дома, то кому нужен такой муж? Он не отдает энергии жене. Естественно, жена будет страдать от этого, в конце концов, может уйти от него. Но если руководитель заботится о людях, ему не надо целыми днями торчать. Потому что за него это сделает его подчиненный. Они сами будут сражаться за его предприятие. Потому что они его любят. Ему не надо их контролировать. У него есть команда, доверенные люди, которые самим все сделают. Но это высокий уровень, понимаете, все знают. Каждый человек руководитель. Мы с вами все руководители. Кто-то руководит своими детьми, кто-то самим собой только руководит. Ну, так или иначе, все кем-то руководит. Поэтому ответственность – это важная часть жизни. Ответственность может быть только у того человека, у которого сильный разум. Все разумы зависят от целей, которые человек перед тобой ставит. И поэтому мы сейчас будем говорить об этих целях разных. Но поймите такую вещь, что есть две силы, которые ставят перед нами цель. Первая сила – это наша судьба. Человек рождается на свет, он еще маленький совсем. У него есть цель в жизни? Есть. Какая? Выжить. Он хочет жить. И поэтому он сосет грудь, спит, какает. То есть он сражается за свою жизнь. То есть он совершает разные поступки. Спит, какает, сосет грудь. Но нельзя его в этом обвинить, потому что он маленький. Он за то, что он это делает, он отдает чем-то. Любовь и благодарность у родителей очень рады. Их радость от себя исходит? Или она исходит в результате присутствия ребенка? Кстати, присутствия ребенка. Но интересно знать, что родители же могут наслаждаться ребенком или отдавать ему? Как определить, родители наслаждаются ребенком или отдают ему? Родители же всегда отдают. Они всегда заботятся о ребенке. Но забота бывает разная. Одна мать, допустим, она начинает жить только для ребенка. Почему? Потому что она хочет наслаждаться, мужчины говорят. Не знаю. Представьте, что происходит у этой женщины. Ребенок тут ни при чем. Не рушится семья. Потому что какому охоту жить человеку, который тебя не замечает? Мужчина видит, что он стал неинтересен. Женщине нужен только ребенок. Ему ей не нужен муж. И нужен ребенок, она живет для ребенка. И она еще мужа заставляет для ребенка жить. Муж, конечно, будет жить для ребенка. Но ему чего-то не хватает в жизни становится. А что ему не хватает? Любви. Женщина же источник любви. И она если направляет всю любовь на ребенка, а почему она это делает? Потому что отдача там лучше. Она чувствует, что сколько любовь и любви в ребенка не вложи, назад результат всегда хороший. Назад идет очень много. А в мужа, поскольку не впадывает, нифига никакого результата. Поэтому зачем он нужен, этот мужик? Пускай этот работает, и это вообще... Сыночек, кушай, кушай яблочко, а то пропадет. Папа придет с работы и пропадет. Это же правда, женщина. Это же правда. И эта правда на самом деле рушит в вашу жизнь. Потому что не от того, что вы благо ребеночку хотите, вы так себя ведете. А от того, что вы хотите себе только благо. Все женщины такие. Все женщины такие. Но одни из них знают, что они такие. И поэтому борются с этим. А другие не знают этого. Вы знаете или нет? Какая разница, благодаря кому? Главное, чтобы вы это знали. Потому что, если вы это знаете, то в результате вы спасите свою семью. Понимаете? Как определить, корыстно настроена женщина или нет? Женщина отдает мужу, а берет у ребенка. Поэтому она должна больше сил вкладывать в мужа, и меньше сил вкладывать в ребенка. Таков закон. Если она так будет делать, ребенок вырастет хорошим. Потому что он будет уважать папу, заботиться о маме. А если женщина будет вкладывать только в ребенка, что он ей потом покажет? Фигу без масла. Потому что даже с маслом фигу надо заслужить. С маслом фигу показывают только те дети, которые хоть как-то выросли в строгости. Но если все внимание на ребенка, то он тоже, естественно, все внимание обращает только на себя. Он становится полумеганистом. Мобильники все выключаем. А то сейчас они начнут звонить не вовремя. Итак, важно понять, что когда рождается ребенок, женщина естественным образом ставит его главной целью в своей жизни. И это значит, что она попала в испытание судьбы. Потому что разум должен победить. И она должна выше, чем ребенок поставить цель служения своему мужу. Забота о мужа должна быть выше. А еще выше мужа должна быть. Другая цель. Потому что мужа тоже должен быть однагреть. Кто не может однагреть в нашей жизни? Только Бог. И когда не однагреть. Поэтому я дописываю, что существует высшая цель человеческой жизни. Высшей целью человеческой жизни является один вопрос всего. Этот вопрос заключается в том, в этом мире есть высшая гармония или нет? В этом мире есть высшее начало или нет? В этом мире есть Бог или нет? Если Бога нет, значит мир создан из большого взрыва. Это значит, что в этом мире нет также законов нравственности. Потому что законы нравственности означают, что есть высшие силы, которые их создали. Потому что сами по себе не будут существовать. В этом мире нет самой по себе нравственности. В этом мире сам по себе есть движение атомов, столкновение атомов, разрушение атомов и не разрушение атомов, а синтез. Все очень банально и просто. Поэтому если с этой точки зрения подходить к жизни, то мы живем один раз, потому что мы являемся комбинацией атомов. И поэтому уже перегуляй, веселись. Какая нравственность, какая психология? Если один раз живем, надо жить так, чтобы радоваться все время жизни, как можешь, а не подвергаться различным лишениям, трудностям, воспитанию себя. Какой смысл? Если совести нет, законов нравственности нет, высших сил нет, в следующей жизни нет, зачем тогда напрягаться? Это один вывод, который мы можем сделать. Второй вывод, если все это есть, есть Бог, есть... Веды говорят, что этот мир создан из правды. Правда является основной структурой, которую изучают физики. Они изучают, что является самым тонким веществом в этом мире. Веды говорят, самым тонким веществом является правда. Этот мир справедлив в своей основе. В нем нет тени лжи. Но для того, чтобы это понять, надо жить честно. Потому что, когда честный, честный наш человек живет, он страдает от своих поступков и думает, что над ним этот мир совершает несправедливое насилие. Понимаете? Чтобы почувствовать правду этого мира, для этого надо ее сначала пустить внутри себя. А это очень трудно сделать. Но проблема даже не в этом. Проблема заключается в том, что человек должен поставить высшую цель перед собой и пытаться изо всех сил идти к ней. Он должен пытаться понять, для чего он живет. Предназначение всей жизни человека, веды говорят, заключается в том, чтобы достигнуть контакта с высшей истиной. Чтобы почувствовать, что такое высшая любовь. Что такое высшая справедливость. Что такое высшее бескорыстие. И так далее. То есть, когда человек почувствует гармонию с высшим, то тогда все остальные вопросы будут решаться легко. И эту гармонию надо чувствовать каждую секунду жизни. Допустим, нужно мне купить этот дом или не нужно? Что делать? Люди в невежестве нет. Ну, правильно. Это называется страсть. То, что вы сказали. Могу я без него отработиться или нет? Это означает страсть. Люди в невежестве просто идут и покупают дом. И не парятся. А там трава не расти. Что будет, то будет. Вроде страсти надеюсь на себя. Они говорят, могу я себе позволить или не могу? Если не могу, не покупаю, жду, сражаюсь. Потом могу позволить, покупаю. Люди в благости, они понимают, что это тоже не решение вопроса. Что будет со мной дальше в моей судьбе, если я его куплю, этот дом? Что будет хорошо или плохо в моей жизни? Человек не знает. Он должен подсказку получить и он начинает молиться. Он молится, молится, молится. Потом раз, у него какое-то чувство в сердце пришло. Это чувство говорит, ты не надо сейчас покупать этот дом. Ты в долги влезешь, у тебя там с работой будут проблемы, с гора. И вообще у тебя жизнь будет очень тяжелая, все разрушаться, ты не покупай. Или ему наоборот, судьба говорит, покупай, все нормально будет у тебя. Тяжело будет, но все, справишься, нет проблем. Могу я сейчас открыть фирму или не могу? Могу я выходить замуж за этого человека или не могу? Ложиться мне на операцию к этому врачу или не ложиться? У нас в жизни очень много вопросов возникает. Есть три способа их решать. Первый способ. Пошли все нафиг, я сам решаю. Второй способ. Задумаюсь и пойму полагаться на свои силы или посоветуюсь с психологами, посоветуюсь еще с кем-то. Страсть означает. Третий способ. Молитва и общение со святыми. То есть с людьми, которые беспристрастно тебе могут сказать. Когда человек идет к такому человеку, он знает, что есть два варианта. Или он получит от футбола или от хоккей. То есть он получит от ворот по ворот. Один вариант. И второй вариант он получит добро. Оба варианта равносильны. Для беспристрастных людей нет никакой выгоды. Они вам скажут результат независимо от того, сколько вы им заплодите. Понимаете? Поэтому не каждый человек решится таких такому человеку брать советы. Потому что ему же хочется, чтобы так было. Это означает страсть, сильное желание чего-то иметь, результат может быть плохой. Благостный человек руководствуется высшей истиной в своей жизни. Он стремится к ней. Он сражается за нее в своей судьбе. Он пытается найти в ней опору. Это очень сложно так жить. Но вот так надо жить. Потому что надо поступать так, как надо, а не так, как хочется. Нам много чего хочется. Но от этого же счастья не прибавляется часто, а наоборот. Мы это знаем уже. Кто пожил, немножко знает об этом, что можно сильно пострадать от своих желаний. Итак, опора в жизни человека должна быть выше истины. Каждый человек свой путь выбирает к ней. Кто-то идет этим путем, кто-то этим, кто-то этим. Все они хороши. Главное, чтобы этот путь был проверен. Если, допустим, человек идет путем выше истины, который проверен Писаниями, временем, он века уже этот путь создавался, он проверен многими людьми, которые шли по ним, не достигли святости. Это значит, что этот путь хороший. Много таких хороших путей, много. Кто, какой из них лучше сердца ваше подскажет. Имеет ли здесь значение традиционность? То есть, допустим, у нас в этой местности большинство людей вот таким путем духовным путем ведут. Это имеет значение? Имеет. Но не стопроцентное значение. Надо рассмотреть. Если ты родился в этой местности, значит, может быть, возможно, даже вполне возможно, что это именно твой путь. Потому что не зря же ты здесь родился. Но есть вероятность так же, что это не твой путь. Такое тоже вероятность есть. Не то, что ты, если здесь родился, у тебя только такая вера должна быть. это неправильно, это безумие, как это будет. Поэтому каждый человек должен сам своим сердцем выбрать, не надо, чтобы на него дали общественные уклады, мнения там и так далее. Он сам выбирает свой путь. Бог. Это самая интимная часть нашей жизни. Даже неужели жену выбрать сложнее, легче, чем путь к высшей истины. Это очень трудная история. Это очень трудно. Никто не подскажет, никто не поможет в этом. и так существует главная высшая цель человеческой жизни, которая делится на шесть категорий. Человек должен идти последовательно, проникать все глубже, глубже. Каждая категория это более глубокое проникновение к этой цели, высшей цели человеческой жизни. Первое, что он должен сделать, он должен разобраться, как жить правильно. Это и есть путь вверх. То есть разобраться означает изучить, какие есть способы существования, как я вам сейчас сказал, три вида жизни и так далее. физические писания это аллегорично показывалось там, допустим, три дороги, да, помните? Там богатырь, да, пришел три дороги. Этой дорогой пойдешь, помрешь, этой дорогой потеряешь что-то в жизни, а этой дорогой пойдешь, приобретешь. Но когда этой дорогой идешь, не надо оглядываться. Оглянешься, застынешь. Это не является шуткой? Или это истина стопроцентная? Потому что когда человек выбрал путь, он должен оглядываться, он должен идти вперед по нему. И все. Если человек идет одной дорогой, он погибает, это невежество. Если человек второй дорогой идет страсть, он теряет в своей жизни, несомненно. Что он теряет? Он может потерять семью, работу, все что угодно. Потому что когда человек сильно хочет чего-то в жизни и желание движет им, то это желание делает ему петлю на шее. Веда описывает, как это делается. Очень просто. Если главным желанием дом является, это и есть твоя петля, она тебя задушит. Если ты хочешь сильно выйти замуж, это будет твоей петлей. Если ты хочешь ипотеку взять, ипотека будет твоей петлей. Если ты сильно хочешь институт закончить, значит это будет твоей петлей. Человек должен выполнять свой долг по отношению к своему материалю, должен жениться, должен дом построить, должен закончить институт. Не надо перед этим сильно трястись, надо просто идти судьбой своей спокойно. И когда придет время, ты получишь это и все. Если человек очень сильно хочет поступить в институт, он не поступит в институт. Почему? Потому что это желание сожрет всю психическую энергию. И когда он придет к экзаменатору, он уже будет трясти в это время. Он не сможет даже слов двух слов связать. Поступают в институт только те, которые сражаются за это поступление, но их цель должна быть выше. Человек может сражаться, если его цельник не я. Допустим, настоящий воин смелый это тот, который не я хочу победить, а моя страна хочет победить. и я за страну сражаюсь, тогда человек смелый, потому что своя жизнь, личная жизнь у него стоит на втором месте, а страна на первом. Если человек сражается за свою жизнь, может быть он смелым или нет. Там на него едешь, что он хочет сделать? Там забрать твою жизнь. И что надо делать? Драпать! Поэтому здесь очень четко все работает. Какая цель человек такой результат.